Всем привет, с Вами вновь Якимов Игорь. У меня на канале много видео про провода и кабели. Но видео про ретро проводку я не делал, так как в свое время это было очень дорогое удовольствие. Сейчас ретро проводка стала доступна по цене. Как сделать эту проводку максимально дешево, разберу в конце ролика. А сейчас разберем характеристики этой электропроводки и где она применяется. Ретро проводка это имитация электропроводки со старых времен, когда она прокладывалась открытым способом на роликах-изоляторах. Но раньше использовались самые дешевые материалы и выглядела она неказисто. Сейчас же является частью дорогих интерьеров и выглядит красиво и презентабельно. Для ретро проводки используется витой ретро провод в оплетке из специально созданных нитей искусственного шелка. которая служит для защиты провода от возгорания. Провод может быть выполнен в различных цветовых решениях. Это белый, черный, золотой, бронзовый, коричневый и других цветов. Выбор цветов зависит от изготовителя этих проводов. Для чего же применяется ретро провод? Во-первых, это стилизация проводки под старину. Это дает оригинальный внешний вид электропроводки. Во-вторых, применение электропроводки в комнатах, оформленных в стиле лофт или винтаж. В-третьих, это использование такой электропроводки, как наиболее пожаробезопасной, так как используется дополнительная изоляция провода, стойкая к нагреванию. В-четвертых, это удобный и быстрый монтаж электропроводки. А также более простое обслуживание такой электропроводки. В-пятых, самое лучшее решение при проведении электропроводки в домах из сруба. В-шестых, наружная прокладка способствует лучшему охлаждению электропроводки. И как следствие, она меньше нагревается и может пропускать через себя при том же сечении больший ток. В интернете довольно сложно найти характеристики на ретро провод. Но все же, я нашел в интернете характеристики на ретропровод одного из производителей. Эти характеристики вы видите на слайде. Но я не думаю, что все ретропровода соответствуют этим характеристикам. Под сомнение, я беру влажность воздуха при эксплуатации проводов 100%. А также то, что максимальная температура жилы кабеля до 180 градусов. И температура эксплуатации провода до 180 градусов. Я считаю, что лучше ориентироваться на характеристики проводов ПУГВ, из которого делается большинство ретропроводов. У него температура эксплуатации до 70 градусов. А сама оболочка ретропровода из искусственного шелка ограничивает его использование во влажных помещениях. Для изготовления ретропроводов чаще используется провод типа ПВ-3 и ПУГВ с многопроволочной медной жилой с сечением 0,75-1,5-2,5 мм квадратных. Изредка попадается провод с сечением 4 мм квадратных. Потом провод покрывается негорючим искусственным шелком и скручивается по 2 или 3 провода. В таком виде он поступает в продажу. Также существуют и телевизионные ретропровода, и кабели типа Витая пара для интернета. Ретропроводку можно разделить по ценовым категориям. Первое. Самый дорогой вариант. Это витые провода и керамические ролики, розетки и выключатели коробки. Применяется в дорогих интерьерах. Второе. Это более дешевый вариант. Это витые провода и пластиковые ролики, розетки и выключатели коробки, сделанные под старину. Механизмы в пластиковых выключателях и розетках, как правило, такие же, как и в фарфоровых. Это более распространенный вариант монтажа ретропроводки. Третье. Бюджетный вариант. Это витые провода, пластиковые ролики и современные накладные розетки выключателей коробки. Обычно такой монтаж применяется там, где стилизация под ретро, самих розеток не обязательно. Четвертое. Это еще более дешевый вариант. Это когда к ретропроводке добавляется проводка, которая делается в декоративном кабель-канале. Например, когда для проводки освещения применяется ретропроводка, так как она наиболее видна. А для разводки розеток применяется обычный кабель и декоративный кабель-канал или электротехнический плинтус. Пятое. Это самый бюджетный. Когда вместо ретропроводов используется свитый провод ПВ-3 или ПУГВ, который скручивают с помощью шуруповерта. Иногда удается найти провода, которые еще имеют и тканевую изоляцию. Но покупать специально для этого провод вряд ли рентабельно. Этим способом есть смысл воспользоваться, если такой провод завалялся где-то у вас в гараже. Лично мне проще купить уже готовый провод со всеми сертификатами, а не мучиться с его изготовлением. Плюс к тому, провод продажи имеет большое количество цветовых решений, что улучшает эстетический вид электропроводки. Как подбираются сечения электропроводки и автоматы защиты, я уже рассматривал в других роликах на своем канале. В таблице сечений проводов выбирайте графу, как наружная электропроводка, и выбирайте нужное сечение провода и автомат защиты. При монтаже электропроводки учтите, что для влажных помещений, ретро-розеток и выключателей не предусмотрено. А также то, что для подключения мощных приборов используется уже кабель ВВГ-НГ-ЛС, так как у электропроводки проводов больших сечений не существует. Этот кабель обычно укладывается в декоративный кабель-канал. Перед прокладкой ретропроводки тщательно продумайте, где будут располагаться розетки, выключатели ролики и проходы через стены. При ошибках достаточно сложно замаскировать отверстие от неправильно вкрученного шурупа, или от неправильно просверленного отверстия под гильзы для прохода через стену. Если данный ролик наберет много лайков, репостов и комментариев, то сделаю ролик о том, как прокладывается ретропроводка. Если у вас есть опыт работы с ретропроводкой, расскажите о нем в комментариях. Я думаю, что зрителям это будет интересно, так как информации в интернете по этой теме пока мало. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых роликах.